привет друзья с момента выхода dot 1x6 прошло уже почти полтора года в отличие от всех других игр тот 1x6 никак не монетизировалась напрямую все это время можно сказать я работал бесплатно эту проблему я уже пытаюсь решить в районе полугода и сегодня у меня наконец-то есть что вам показать в этом видео я покажу вам как будет выглядеть магазин dot 1x6 что будет давать подписка dot 1x6 плюс как будет проходить голосование за новых героев ну и напоследок раскрою вам секретного нового героя который выйдет вместе с магазином ребята с моего телеграма уже давно ломают голову кто же это должен быть но сейчас небольшая рекламная пауза и мы начинаем дота славится не только своими героями и геймплеем но и возможностью зарабатывать думаю все уже наслышаны про сайта со ставками и то как они работают поэтому меня для вас что-то новое сервис betz for org занимается обычными ставками но его отличие это возможность пополнять баланс скинами из доты и других игр не нужно тратить деньги вы можете просто давать ненужные скины сам сайт работает за тысячи шнадцатого года и никаких проблем с тех пор не было ребятам точно можно доверять более того ставки скинами это единственная халява для вас вы можете буквально получать деньги за победы в доте все что нужно поставить ник betz for bad и все за каждую победу в рейтинге вы будете получать 1 доллар а если вы все это делаете своими друзьями то и денег будет больше сами ставки же работают очень просто заходим на сайт с помощью vk steam или почты пополняем баланс одним из кучи методов включая вполне скинами ну и делаем любую интересующую вас ставку коэффициенты здесь одни из самых выгодных среди всех подобных сервисов ну а вывод средств в случае победы будет прям моментально ах да чуть не забыл на сайте есть целая система достижений прям как компендиум выполняете простые задания получаете призы все просто в общем ссылка на сервис будет закрепленном комментарии но мы возвращаемся к видео и так давайте к теме сразу скажу очень важную вещь и не хочу чтобы в моей игре был pay to win ничего из того что можно купить не будет влиять напрямую на силу вашего героя опять же кстати в отличие от многих других крупных кастомах самый главный товар это подписка на 30 дней на dota 1x6 плюс функционал здесь очень сильно похож на обычную подписку dota плюс из dota 2 ну давайте все порядку первое и самое важное это уровни героев за сыгранные матчи вы будете получать опыт опыт увеличивает уровень героя уровень героя дает вам новые медальки и фразы колеса чата медальки распределены ровно как в доте 6 уровень 12 18 25 30 фразы же отличаются от доты я сам перебрал все войслайны всех героев и подобрал самые прикольные на мой взгляд опыт героя же будет даваться в зависимости от занятого места 10 15 20 25 30 или 40 очков то есть первое место занимать очень выгодно потом немного математики для получения 30 уровня максимального нужно суммарно 13 300 опыта если вы будете получать в среднем по 25 очков за игру вам потребуется 530 игр на героя что очень много но здесь вам на помощь приходят квесты для подписчиков dota 1x6 плюс будет доступна система заданий раз в неделю вы получаете 3 квеста на каждого героя один связанный с обилками героя например нанести магический урон дотфюри по героям у джиггернаута один выиграть на определенной регендарке ну и один общий который может получить любой герой за игру вы можете выполнить только один квест за выполнение трех кестов вы получаете максимум 280 опыта то есть это раз в неделю и того если вы играете по три игры в день в неделю с квестами вас видит в среднем примерно 805 опыта то есть до 30 уровня вам нужно будет четыре месяца примерно как в доте если вы будете играть больше и побеждать больше то возьмете намного быстрее ах да если вы хотите чтобы вас не фокусили за вашего большого уровня просто нажимаете вот сюда и скрываете свой уровень теперь противник не будет знать насколько вы хороши на своем герое вторая важнейшая фишка подписки это осколки осколки это валюта магазина на него будете здесь покупать все что есть никаких других валют у меня нет осколки вы получаете просто так и без подписки за каждый сыгранный матч чем больше сделали все время матча тем больше осколков это зависит от занятого места киллов подобранных рун и снесенных башен но и также квесты тоже помогают на фармить осколки по 15 или по 20 штук за квест проблема в том что без подписки вы сможете максимум накопить только 500 осколков а на 500 осколков и почти ничего не сможете купить только пару курьеров и пару фраз остальное вам придется покупать за донат подписка же убирает ограничения вы сможете накопить неограниченное количество осколков и без доната тем не менее некоторые дорогие товары без доната вы вряд ли сможете купить осколки тратится на три основные вещи первое это колесо чата как вы помните вы уже получили фразы колесо чата за уровни героев но также у вас есть и второе общее колесо чата которым вы можете покупать фразы за осколки. Здесь многие фразы из доты, но также я добавил некоторые и от стримеров. Например, от Сироги Пирата. Есть и парочка от Папича. Надеюсь, меня за это, конечно, не засудят. Чел, ты шо, шутишь? Второе. Это магазин. Сейчас в нем доступен только один раздел — питомцы. Питомцы — это просто зверюшки, которые будут бегать рядом с вами, как собака у арканной сценки в доте. Их тут куча на любой вкус и цвет. По традиции супердорогие рошаны, которые вы точно не сможете себе позволить без покупки осколков. Позже я добавлю раздел с предметами, и в нем будет продаваться большинство шмоток из доты. Арканы, марталки — просто красивые сеты. Не хочу ставить никаких дат, но надеюсь, за месяц я это добавлю. Так что можете уже начинать копить. Я бы очень хотел, чтобы именно предметы были основной фишкой магазина Dota 1x6, и ради них вы и хотели бы копить осколки. Ну и третий способ траты осколков — это голосование. Как вы уже могли догадаться, голосование за новых героев теперь будет проходить здесь, в магазине. В момент выхода нового героя я буду открывать голосование за следующего, где будут три кандидата. В течение недели вы сможете голосовать за любого из них с помощью осколков. Один голос — 150 осколков. Подписчики Dota 1x6 Plus же также будут получать один бесплатный голос раз в день. Зашли, нажали кнопку — получили голос. В конце недели будет объявлен победитель, и я начну делать нового героя. А как только он выйдет, откроется новое голосование за следующих трех персонажей. Все просто. Ах да, чуть не забыл. Раз в день вы также сможете получать случайное количество осколков вот здесь. Для этого даже подписка не потребуется. Это ваш бонус за то, что вы зашли в игру. Итак, идем дальше. Третья важная фишка подписки — это новые герои. Теперь новые герои недоступны простым смертным. В первую неделю выхода новых героев смогут пикать только подписчики Dota 1x6 Plus. Ровно когда заканчивается голосование за нового героя, будет снято и это ограничение. Новый герой, который сейчас выйдет вместе с магазином, также попадет под это правило, и поиграть на нем можно будет сразу только по подписке. Я не исключаю возможности, что в будущем я буду и дальше развивать эту тему. И допустим, какой-нибудь набор героев будет закрываться каждую неделю, а снять ограничения можно будет только с подпиской. Но это так, пока что только мысли вслух. Затем, двойной рейтинг. С подпиской раз в три дня вы сможете удвоить рейтинг за матч. Получите 80 рейтинга за первое место, ну или минус 80 за последнее. Здесь объяснять толком и нечего. Затем, статистика урона. Как и в доте, подписка в 1x6 будет давать вам вот такую полоску, по которой вы будете понимать, какой урон вы получали в матче — физический, магический или чистый. Но более того, информация здесь куда глубже. Например, вы сможете смотреть, какие именно герои и сколько вас дамажили. А что еще круче, вы также сможете смотреть и за тем, откуда у вас берется уром по героям. Как по мне, в доте это прям супер важная фишка, и родной я готов был бы покупать подписку. Но в 1x6 это будет еще более развито. Ну и последняя привилегия — это винрейты героев. На сайте dot1x6.com есть раздел со статистикой. В нем вы сможете посмотреть пикрейты всех героев и их легендарных талантов. Ну и винрейты, конечно. Для этого нужно залогиниться через Steam, ну и иметь активную подписку. Также, кстати, на этом сайте вы сможете просто так смотреть свой рейтинг. Но это для тех, кто все время ошибается рейтинговой картой. Ну, вроде все. Если вы что-то забыли, то не страшно. Вся информация, что я говорил в этом видео, есть на сайте, вот здесь. Внутри магазина в игре, вот здесь. И даже во время загрузки в матч, вот здесь. Так что я думаю, вы точно уж не забудете. Заранее огромное спасибо всем, кто готов будет поддержать проект финансово. Dot1x6 существует именно благодаря таким людям. Теперь пришло время показать вам нового героя. Он вместе с магазином появится в игре завтра. Тогда же будет объявлена цена на подписку. А вы пока что можете в комментариях написать свои предположения. Итак, новым героем стал... Свен. Да, понимаю. Мало кто вообще думал об этом героя и ждал его в 1x6. Я, честно говоря, тоже. Появился он во многом благодаря одному игроку и стоп-наз рейтинг. У нас с ним зашел разговор про создание Свена. А у меня как раз была пара идей про этого героя. В итоге вышло так, что я придумывал таланты, а он корректировал их как опытный игрок. Это облегчило процесс. Не тратить много времени на героя мне было как раз кстати, учитывая, что всё своё время я тратил на магазин. В общем, вашему вниманию Свен. Первый полный редкликер со времён Манки Тинга. А если учесть, что МК ещё один билд магический, то и вовсе со времён антимага. Все билды Свена так или иначе подразумевают то, что вы будете конкретно бить своим большим мечом. Полумагическим очевидно станет билд на Стан. В нём у вас будет куча урона от молний. Стан будет составлять за собой большую область, в которой противники бесконечно будут получать разряды молний с микробашами. Область будет существовать до тех пор, пока в ней кто-нибудь есть. Урон же от Стана и от молнии будет скелиться от силы, а кулдаун Стана снижаться атаками. В общем, набрать себе контроля, силы и скорости атаки, и с вами будет очень-очень трудно драться. Билд заточен под контроль и под быстрый урон. Остальные билды помогают именно бить сурки. Сплэш билд против кайта. В нём вы получаете новую способность, которая может заменить ваш редклик. Вы выпускаете волну, как Шокуайфа Магнуса, которая наносит урон от атаки и замедляет, то есть прокает вампиризм, криты, баши и прочее. Чем больше атак спида, тем ниже кд волны. В общем, это аналог ранжевой тычки против тех, кого трудно бить. Варкрай очевидно защитный билд. Его фишка в броне. Легендарка даёт вам щит, который поглощает весь урон за 5 секунд, и после наносит его противникам вокруг. Чем больше у вас брони, тем прочнее щит, и тем больше будет урона. Все атланты здесь также усиливают импакт брони. Например, вы получаете урон от брони, снижаете противникам броню от вашей брони и так далее. Ну и ГДС. Билд про мужскую драку на кулаках. Вам даётся плоская ярости и новая способность. Ярость заполняется при трате хп и при атаках. А новая способность тратит всю ярость, чтобы нанести огромный крит и стан в выбранном конусе. В общем, билд рассчитан на то, что вы будете постоянно бить сами, ещё и вас будут бить в ответ. Тогда у вас с низким холдауном будет такой очень серьёзный удар. Итак, нужна мобильность, быстрый урон и контроль — это стан. Также для этих целей помогает и сплэш, ведь он помогает наносить урон без атак с руки. Только здесь больше физ урон и шмотки другие. Нужно пережить физ урон противников и не умирать от опасных скиллов — это варкрай. Ну и нужно перебить кого-то или пробить плотную цель — это ГДС. Вроде всё. Ну и вот вам под конец пара занятных фактов про Свена. У Свена довольно много общего с Каей. На первом уровне Свен имеет 16 интеллекта, ровно столько, сколько даёт Кая. В имени Свена 4 буквы, ровно столько, сколько и у Каи. Но что более важно, оба они синие.